В каких условиях санкционного давления Запада работается крупным белорусским компаниям, дают ли они отпор своими финансовыми показателями, нашли ли альтернативные пути поставок и партнеров, это предметно обсуждалось на второй встрече у главы государства. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министр Романа Головченко, руководителей Беларуська Али и его трейдера. Санкционные вызовы и ответная реакция не только на контроле правительства, но и президента, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства намерен ознакомиться с работой калийных компаний в условиях санкций, и не только интересует главу государства состояние дел у нефтехимических гигантов и национального авиаперевозчика. Изменился ли градус давления на Белави после публикации отчета ИКАО? Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что в угоду Западу та же калийная компания не опустила руки, а нашла варианты, чтобы работать и зарабатывать. При этом нужно и в будущем учитывать фактор неадекватного поведения соседних стран. Глядя по прошлому году, все-таки найдены хорошие альтернативы у многих предприятий. Неплохо и Беларусь калий сработали, но тем не менее надо смотреть вперед. Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, ну хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали, они же сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Тем более, я же сказал пятницу, меня мало волнует сохранить лицо, не сохранить, надо им сохранить лицо. Пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы. Каким образом крупная компания определяет для себя другие путепоставки нашей химической продукции, калиных удобрений, минуя традиционные порты и меняя посредников, они должны быть готовы доложить главе государства об альтернативах и специфике работы в условиях санкций. Это поручение президента. Я готовы доложить президенту.